Это не сию минуты случилось, там в силу многих обстоятельств, времени, погода меняется, это нормально, там в том году был как пробник перед Кубком в Межконтинентальном Дубае 5 дней здесь работал с ребятами, тогда пришла мне идея, у меня есть время, а ребята там не хочется передать, нельзя так, чтобы закапывать это все, у меня куча информации, мне ее не просто надо выливать кому-то, я знаю, что она может помочь, работа на это, оно должно помочь, и обязательно поможет, и просто это продолжалось так, вот, наверное, полгода, да, но сейчас сложилось так, да, что Михаил Викторович решил уже кардинально попробовать такой серьезный шаг, что я в рамках УТС и турнир, это всегда испытание, и для него, и для меня, и для команды, так же как новый игрок приходит, да, в команду, обычная селекция, да, нет, подходит, что приносит, то есть это уже, не попробовав, не получится. Да, меня тут недавно так назвали, я пошел дальше и не заметил, как-то, кого, но это нормальная стадия, мне кажется, для всех игроков, которые начинают, пытаются тренировать, то есть, ну, это возраст, обычное дело, в процессе, наверное, по-другому уже там, и по отчеству просто, как бы, без панибратства, но с уважением. Вопрос не как называет, а как относится. И как относится. Отлично, но с пониманием, то, что я могу дать и научить, и меня всегда радовали, и я сам всегда тянулся к людям, которые хотят и любят учиться, не важно в каком возрасте, потому что, ну, как дедушка Ленин говорил, всегда учиться, и люди, человек должен развиваться, тем более спортсменам, в любом возрасте, там, сколько тебе не было лет, там, когда заканчиваешь, под закат карьера, начало карьеры, тем более, надо учиться, все меняется, тенденции меняются, спорт меняется, быстрее становится, техничные, технологии добавляются, да, надо быть на волне. На вратаря вообще невозможно, тем более. Мы, как все знают, мы с другой планеты, все любят это, афишировать и говорить, так и есть. Это неплохо, это стиль жизни, и так человек себя ведет, все равно, мы с другой планеты, но на вратарях всегда надежно, как в той песне, полоса граничная идет, и поэтому, наверное, вратарь. Пляжный футболец, там, 50-70 процентов, но так же и в большом, если он стена, тогда и вся команда уверена, но бить это невозможно. В какую планету? В какой? Не знаю. Ее даже мало кто знает. Вратарь. Что за счет? Да, да, все правильно. Я это вижу, чувствую. Важно дать выжимку теперь. Я так же над собой работаю, реально. И всегда, даже когда я играл, и так же и у старших учился, и у младших учился, потому что организмы разные, мышление разное, каждый индивидуален. Не потому, что он там вратарь, да, а просто люди разные. И у каждого человека есть какие-то хорошие, светлые мысли, идеи. Он их реализовывает. Если я это вижу, и мне это нравится, я это забираю для себя в хорошем смысле, да, я учусь этому. И потом сам применяю. Получается, у меня или нет, это уже мои проблемы, но я все равно собираю информацию. То же самое, как такой пример, как в мою карьеру много трениров у меня было. И в большом футболе, и в пляжах. Но зачем какие-то негативные вещи от них забирать и вспоминать об этом? Я у каждого учился чему-то. Хорошему, тактике, поведению, жизненном каким-то моментам. И от каждого хорошее набрал. И я уже, как бы, у меня есть такой подбор карт, наверное, контурных карт, скажем так. И выжимка из хорошего. Прям вот я ей пользуюсь. Из этого состоит мой мир, наверное, часть моего мира. Вы еще не обсуждали. За любовь к футболу. Все это сначала дело. Честно, я хочу в третий чемпионат мира выиграть. Эта задача, когда я играл, не снималась она. Это максимум. Также, дай бог, тренером все нормально будет. Только наверху хорошо в этом плане, да. И когда поднимался на пьедестал, уже не хочется спускаться. И делаешь все для этого, чтобы и товарищи твои, и новые люди почувствовали это. Пускай это будут, дай бог, олимпийские игры. Все равно вратарь по жизни руководитель, естественно. Он сзади, он видит все. И он обязан разговаривать, подсказывать и чувствовать игроков, знать их. Потому что кого-то можно подзадорить, поругаться с кем, чтобы он быстрее бегал. Я так часто делал. То есть это тот же и психологи, и руководитель, реально. И не без этого. Иногда нужно это, ну, важно правильно понять, когда. Потому что можно и навредить этим. Объясняют, опять же, вовремя. Можно, может, и игрок и потухнуть. Такое бывает. Я тоже был в этих ситуациях. Но я по-другому на это реагировал. Там, злился сам на себя, скорее всего. Опять же, важно, я считаю, что важно из этого научить молодого игрока даже из этого делать плюс. Значит, не драма. Ну, такое, как... Значит, мало работал, значит, мало слушал. Что-то такое. Но не прямым текстом, а он должен понять. Ну, что, обижаться? Обижаться. Обиженно ходу, скажем так. Такое, грубо, но это так.